Здравствуйте! В силу своей многонациональности Крым не имеет одного национального блюда. Мы приглашаем вас познакомиться с кулинарными традициями нашего полуострова и постичь секреты приготовления крымских блюд. Кухня каждого народа – это отдельное кулинарное царство, покорять которое чрезвычайно интересно. Наша программа дает вам возможность не только научиться готовить блюда разных народов, а также узнать много нового о культуре и традициях разнообразии блюд национальностей, проживающих на нашем полуострове. Особым национальным вкусом отличаются шурпа, плов, пахлава. Еврейское население полуострова также внесло свою лепту в национальную кухню Крыма. Это фаршированная рыба и форшмак. Яркими представителями армянских блюд в Крыму являются шашлыки и лаваш. Популярным во многих семьях Крыма является греческий салат, состоящий из свежих овощей. Грузинские хачапури и чахахбили широко известны в Крыму. Самым обычным в рационе крымской семьи является украинский борщ с помпушками. Национальная кухня имеет свои секреты, благодаря которым кухня каждого народа особенно и неповторима. Турецкая кухня входит в тройку самых популярных кухонь мира. Изобилует блюдами из мяса и овощей, а также сладостями. Особенной любовью пользуются баклажаны, которые называют мясом для бедняков. Турки. Тюркский народ. Основное население Турции. Общая численность около 60 миллионов человек. По данным Министерства статистики Крыма, согласно данным последней переписи, в Крыму проживает около тысячи турков. Турецкая кухня развивалась на протяжении столетий и берет свои истоки в кулинарных традициях кочевых тюркских племен, на которые, в свою очередь, оказали влияние индийская, иранская, арабская, средиземноморская кухни, а также кухни народов Кавказа и требования ислама. Как и во всем исламском мире, в Турции действуют особые предписания для пищи и ее приготовления. Харам. Запрещенное. И халяль. Разрешенное. Турецкая кухня предлагает большое количество разного вида хлебов. Пирогов и печеней. Турецкие субы чарбалар. Имеют множество разновидностей. Среди них следует назвать ишкембе чарбасы, суп из потрохов, овечьих или говяжьих, с добавлением чеснока и уксуса. Мерджимек чарбасы. Суп из красной чечевицы. При приготовлении салатов используются маринады. В первую очередь, оливковое масло и лимонный сок. Кроме овощей, в качестве добавок берется овечий сыр, брынза, мелко порезанная говяжья колбаса и маслины. В Турции, как и во всем Средиземноморье, традицией является сервировка закусок, как правило, в сопровождении напитков для аппетита и называемых мизе. Различают мизе холодные и горячие. К холодным относятся различные кремы, приготовленные преимущественно на основе йогуртов. Наиболее распространенные – хайдари, хавуч-эзмеси, антеп-эзмеси. В турецкой кухне традиционно огромный выбор сладких и кондитерских блюд и угощений. А именно – баклава, тулумба-татлысы, лукум, хельва, сютлач, пекмес, айва, татлысы, гюляч. Ну а приготовь турецкие блюда для нас сегодня, Эльвина. Эльвина, какие блюда будешь готовить? Первое блюдо, которое я буду готовить, называется пиде, а на десерт мы приготовим баклаву – турецкая сладость. Сегодня мы будем готовить второе блюдо, которое называется каймалы-пиде. Лепешка, в состав которой входит дрожжевое тесто и начинка из мясного фарша. Первое, что нам нужно сделать – это замесить тесто. Для теста нам понадобится чашечка теплой воды. Столовая ложка дрожжей. Сейчас нам нужно растворить дрожжи в теплой воде. Затем мы берем масло растительное, можно оливковое по возможности. Добавляем столовую ложку масла. Размешиваем. Чайную ложку соли. И чайную ложку сахара. Все тщательно нужно перемешать. И можно начинать замешивать тесто. По чуть-чуть добавляем муку. Вода обязательно должна быть теплая, чтобы дрожжи подошли хорошо. Тесто мы уже замесили. Теперь добавляем в нашу форму для того, чтобы тесто подошло немного масла. Обмакиваем. И закрываем на полчаса в теплое место. Пока будет подходить наше тесто, мы приготовим начинку. Для начинки нам потребуется хорошо перекрученный фарш. Фарш желательно выбрать немножко пожирней. Нам понадобится лук, петрушка, зелень и всякие специи. Сначала нужно налить масло в сковородку для обжаривания. Пока нагревается масло, нужно приготовить мясо. Выложить в сковородку. Масло должно быть хорошо разогрето. Фарш нужно посолить, поперчить и добавить немножко специи. Начинка должна быть немножко острой. Но тут же опять-таки на любителя можно добавить, какие у нас есть, сушеные помидоры с перцем. Пока жарится мясо, мы нарежем лук. Лук мы нарежем мелко, кубиками. Хвостики желательно не срезать, потому что, когда вы срезаете хвостики, лук получается, что рассыпается и нет эффекта мелкой нарезки. Поэтому хвостики я всегда оставляю. Нарезаем мелко укроп. Мясо употребляет не только там, допустим, в обжаренном виде каким-то образом, а в мясо тесто очень много. И тесто подается тоже слоями. Вот как тоненькие пиццы, и внутри обязательно есть фарш. Можно сказать, также хремалопите. И это предлагается, допустим, вы пошли в гости, это подается как хлеб, но уже в хлебе начинка мяса. Сейчас мы нарезаем последний наш ингредиент, это помидор. Половина помидора, я думаю, нам хватит, половина пойдет на украшение. Помидоры нарезаем квадратиками. Надо, чтобы начинка была сочная, поэтому добавляется помидор. Выкладываем помидоры. После того, как выложили помидоры, жарить нужно недолго, чтобы помидоры остались целенькими кусочками. Тесто у нас подошло. Просеем немного муки, чтобы тесто не прилипало. Тесто должно получиться мягкое, воздушное. Тесто нужно разделить на равные части. Формируем так, чтобы было видно. Раскатаем тесто в шарики и накроем влажным полотенцем, чтобы тесто не высохло. И начнем раскатывать наши пиде. Теперь нам нужно противень подготовить, смазать его маслом. Смазываем маслом противень. Приступаем к формированию теста. Тесто можно раскатывать, можно растягивать руками. Вообще дрожжевое тесто не любят, когда его раскатывают скалкой, потому что тесто живое, дышит. Сейчас мы накладываем начинку. Начинку не жалеем, чтобы была сочная, вкусная. Немножко отступаем от краев, так накладываем. Сверху можно положить красиво помидорки. И начинаем формировать наши лепешки. Таким образом, в виде лодочки. Можно заплести косичкой, чтобы тесто хорошо держалось. Потом вот таким вот образом мы растягиваем. И выкладываем на противень. Смазываем края лепешки. Немного смазываем масло, чтобы хорошо прожарились. И посыпаем кунжутом. Каймалы пиде готовы. Теперь мы отправляем его в духовку. Для выпекания предварительно разогреваем духовку очень сильно, как в печи естественной. Выпекаем где-то минут 10, не больше. Субтитры создавал DimaTorzok Пока второе блюдо у нас печется, мы приготовим десерт. Для этого нам понадобится чашка для вымешивания теста, 3 яйца, стакан воды, соль щепотка и мука. Сколько возьмем? Добавляем соль, где-то примерно грамм 10. Тесто без соли жить не может. Попадечку и муку. Муки нам понадобится много. Помесить надо хорошенько тесто. Существует очень много разновидностей баклавы. Примерно около 100 разновидностей. И все они отличаются по форме, по начинку, даже по названиям. Например, сегодня мы будем готовить баклаву, которая называется «Дамский пальчик». Почему называется «Дамский пальчик»? Потому что имеет форму дамского пальчика. Очень много идет споров вокруг этого десерта баклава. На самом деле блюдо действительно турецкое. Потому что во времена Османской империи, когда при правлении султанов Фатиха, это блюдо готовилось. И была найдена поваренная книга из музея Топкапы, где говорилось, что баклава произошла от искаженного турецкого языка. Баклава, смотри, сладкое. Тесто мы замесили. Теперь нужно тесто поделить на маленькие шарики. Вот мы раскатали все шарики. Вообще первая баклава была испечена в 1453 году, во времена правления Фатиха султана. И чем вообще отличалась баклава того времени и сегодняшнего тоже? То, что мастера начали совершенствовать эту технику приготовления. Самое важное в приготовлении баклавы – это мастерство раскатывания теста. Тесто должно быть такое тонкое, как говорят ведущие кондитеры, тесто должно быть настолько тонкое, что ближе к тюле. Как тюль должно быть тесто. И даже некоторые специалисты, чтобы узнать качество теста, тесто подкладывают газету под низ. Если текст можно прочитать, значит тесто раскатано правильно. Сейчас мы начинаем раскатывать. Главный процесс – это раскатка теста. Пока остальное мы накроем тесто. Раскатываем тонкое тесто. Вообще профессиональные кондитеры превращают это действие просто в шоу, потому что тесто настолько тонко раскатывается, в большой слой, что даже профессионалы жонглируют этим тестом. Раскатываем крайне тонко. В баклаву мы будем выкладывать вот такой стеклянный противень. Для этого нам нужно смазать его маслом мелочным. И сразу по мере приготовления нужно выкладывать сюда баклаву. Турецкие сладости, они, наверное, самые вкусные, наверное, во всем мире. Но у них сладости в течение дня турки употребляют как десерт. Они не употребляют на завтрак, к примеру. Теперь нам нужна начинка для баклавы. Для этого нам нужен сахар и измельченные орехи хорошенько размешать. И делаем следующим образом. Мы мажем сливочным маслом весь пласт теста. Тесто у нас тонкое, прозрачное. Наполовину насыпаем начинку. Начинка должна быть ближе к вам. Это три четверти нанесена начинка. Теперь мы берем такую тоненькую палочку и начинаем закатывать рулет. Не прижимаем произвольно. Закатываем до конца. Затем делаем таким образом. Делаем гармошечку. Конечно, лучше, чтобы палочка была потоньше. Кровя мы вовнутрь поджимаем. Все, готов один рулетик у нас. Баклава у нас готова. Теперь мы ее должны отправить в духовку предварительно разогретую до 200 градусов. Отправляем ее на 10 минут. Затем мы зальем сливочным маслом и еще 30 минут баклава будет выпекаться. Субтитры создавал DimaTorzok Пока у нас печется баклава, мы приготовим сироп. Для этого нам понадобится вода. Примерно пол ковшика. И сахар. Закипел наш сироп. Нужно добавить сок лимона. Заливаем сок лимона в сироп. Закипает и сироп наш готов. Сейчас нам нужно растопить сливочное масло. Сливочное масло мы растопили. Нужно смазать обильно баклаву сливочным маслом. Сейчас мы полили сливочным маслом баклаву. Отправляем ее в духовку буквально на 30-40 минут. Затем польем сахарным сиропом. Топленое масло можно заменить несоленым сливочным маслом. Просто растопите и охладите его. Для более изысканного вкуса пахлавы для начинки вместо грецких орехов можно использовать фисташки. Мед перед тем, как поливать им пахлаву, лучше предварительно немного нагреть и развести с водой в пропорции 1 к 1. Не подсыпайте много муки при замешивании теста. Если тесто будет тугим, пахлава не получится. Чтобы тесто при разделке не липло к рукам, смажьте руки растительным маслом. Дрожжевое тесто получится мягким и воздушным, если добавить в него вареный остывший картофель, натертый на мелкой терке. Кунжут является основным источником извести в человеческом организме, в которой обычно ощущается острый недостаток. Считается, что потребление в день хотя бы граммов 10 кунжута восполнит недостаток извести. Если немножко пожевать семечки у кунжута, то можно сильно притупить чувство голода. Турецкие блюда отличаются от европейской в своей насыщенности, своими вкусовыми качествами, мясными изделиями. Практически все горячие блюда изготавливаются из мяса, растительности, зелень, овощи. Все применяется и в большом количестве. Сегодня мы приготовили два турецких блюда, одно из которых называется каймалы пиде, а второе блюдо мы приготовили на десерт баклава. Конечно же, баклаву обязательно нужно подавать с чаем. Приятного аппетита! Афе Толсон! Именно национальная кухня в немалой степени позволяет понять душу народа. Готовьте с радостью, вкладывайте душу, и тогда ваше блюдо поистине будет самым вкусным. Встретимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!